В электротехнологическом техникуме появится новая современная мастерская. Четыре славянских педагога признаны лучшими в России и получат денежную премию. Обследование на наркотики и алкоголь стало обязательным для всех водителей при прохождении медкомиссии. Об этом и многом другом смотрите в блоге коротких новостей. Принят новый закон, согласно которому вузы будут обязаны организовывать практику для студентов. Практическая подготовка студентов станет частью программы обучения. При этом организовать ее можно будет как в самой образовательной организации, так и на предприятиях. Прежде обязательную практическую подготовку проходили только студенты, обучающиеся по четырем направлениям. Это специалисты авиационного и железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники. Новый закон распространяет это требование на все программы, в которых предусмотрено получение практических навыков. В Славянском электротехнологическом техникуме появится новая современная мастерская, оборудованная в соответствии с требованиями движения WorldSkills. Всего в рамках регионального проекта молодые профессионалы национального проекта образования в колледжах и техникумах Кубани появится 18 мастерских. На эти цели из региональной казны выделено более 70 миллионов рублей. В Славянском электротехнологическом техникуме будет мастерская по обслуживанию и ремонту релейной защиты и автоматики. Подобные мастерские повышают уровень подготовки студентов, готовят их к чемпионатам, способствуют проведению итоговой аттестации. С 2010 года в России в рамках приоритетного национального проекта образования проводится конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями. По его итогам ежегодно тысяча школьных педагогов удостаивается премии в размере 200 тысяч рублей. В 2020 году в числе 48 победителей из Краснодарского края сразу 4 славянских педагога. Галина Мирная, лицея номер 1, Ирина Неволина, лицея номер 4, Светлана Чуть, школа номер 25 и Ольга Ластовка, школа номер 28. Поздравляем славянских педагогов с заслуженной наградой. В целях профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта сотрудники отдела ГИБДД по Славянскому району продолжают проводить профилактические рейды, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности перевозок. Госавтоинспекция Славянского района обращается ко всем водителям автобусов с просьбой быть более внимательными и осторожными при перевозке людей. С 1 июля изменены правила медицинского освидетельствования водителей. Теперь для получения медсправки необходимо пройти тестирование на алкоголизм и наркоманию. Раньше сдавать анализы на отсутствие в организме психоактивных веществ и алкоголя обязаны были только те водители, у кого нарколог выявит симптомы заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством. Сейчас, согласно приказу Минздрава, сдавать анализы станет обязательным для всех.